Ну что, друзья, появились первые фотографии в сети полупустых стадионов в России во время чемпионата мира по футболу. Эти фотографии, которые вы сейчас видите из Екатеринбурга, где состоялся матч между Ургуаем и Египтом, ну и как вы видите, центральная трибуна предательски бессовестно просвечивает пустыми местами. Об этом говорили с самого начала, но, естественно, российская пропаганда ни в чем не собирается уступать. И только вчера я видел репортаж, как они захлеб описывают туристов поистине счастливых приехать наконец-то в Россию и побывать на этом чемпионате. Я могу сказать только свои личные ощущения. Я довольно давно наблюдаю за футболом и считаю себя болельщиком футбола. Так вот, такого скучного и тихого чемпионата мира я еще не помню за много лет. Ну, не нужно говорить, что в прошлый раз в Германии была настоящая чума, холера. Здесь просто все ненадолго сошли с ума. Останавливались фабрики, многие бюро закрывались на время самых главных матчей. Буквально все собирались группами, кто где, кто в своей кнайпе, кто во дворе своего дома, перед телевизорами. И отдавали все свое свободное время футболу. На этот раз вообще полнейшая тишина. Даже когда я проезжаю по улицам, где обычно вывешивают флаги к чемпионату, теперь не вижу ни одного флага. Такое ощущение, что чемпионат не начался, либо люди еще не знают, либо все напрочь потеряли к этому интерес. Практически уверен, что будут смотреть игру, конечно же, немецкой сборной, но настроение, по крайней мере, среди моих друзей звучит так. В этот раз мы даже не расстроимся, если как можно быстрее вернутся наши ребята домой. Все постановочное, пафосное, сидящие на трибунах Путин вместе с саудовским принцем. Одним словом, все это отвратительно. Ну и, конечно, пустые трибуны, как говорится, получили то, что заслужили. Что касается открытия чемпионата мира по футболу, о нем написали все британские издания. Комментатор Guardian статье с заголовком «Помпезность, абсурд и изобилие голов», «Бредовый старт российской показухи», да-да, именно такой заголовок, рассказывает о том, что открытие прошло величаво и пафосно. В общем, без сюрпризов. Обсуждают британской прессе и средний палец выступавшего на открытии британского певца Робби Вильямиса. По мнению журналиста Daily Mail, этим неприличным жестом певец выразил сущность, как пишет этот журналист, «безвкусного путинского цирка». Автор считает, что в Москве стартовало самое неоднозначное спортивное мероприятие со времен Берлинской Олимпиады 1936 года. Да, действительно, социальные сети довольно много внимания удилили вот этому ролику, который появился во время церемонии открытия и был сделан первым каналом. Речь идет о пейзаже, панораме, на которой, как выяснилось, на месте британского посольства оказался храм Федора Ушакова, который находится на самом деле вовсе не в Москве, а в Саранске. Позже пользовательные соцсетей разглядели, что неподалеку расположена стела, которой на самом деле место в Ростове. Ну и, наконец, затем, когда долго и пристально изучали в интернете это видео, обнаружены там еще и здание Казанского ЗАГСа, которое также нашло себе место на московском пейзаже. Тут уже у пользовательных соцсетей закрались сомнения, что, возможно, это не ошибка или не какая-то преднамеренная острота. И действительно представители первого канала сказали о том, что такова была их концепция. Это вот такая фантазия на тему некоего города, вымышленного, который объединяет все 11 реальных городов и их достопримечательности. Таким образом символизирует место проведения чемпионата мира. Ну, вполне логичное объяснение, кто-то скажет. Хотя могли бы заменить не британское, а какое-то другое посольство. Вот что касается футбола. Когда мы смотрели сегодня матч между Уругваем и Египтом, соперниками сборной России, который проходил в Екатеринбурге, вот сразу бросилось в глаза обилие пустых мест. Такое впечатление, что игрался какой-то матч такой не очень высокого качества российской премьер-лиги. Хотя это чемпионат мира. Хотя, не знаю, когда в Екатеринбург в следующий раз приедут такие игроки, как Суарес и Кавани, звезды первой величины. С чем связано? Даже самые успешные чемпионаты никогда не оправдываются в материальном плане. Ну а уж в России, если учесть количество сворованных денег на строительство бессмысленных стадионов, отсутствие болельщиков, одним словом, одно из худших мероприятий, которые можно было себе предположить. Да, и интересно, что новость о повышении пенсии объявили именно сейчас, во время чемпионата, чтобы, так сказать, даже у самого последнего пенсионера-патриота в кавычках, не хватило ума выйти на протесты против этого решения. С одной стороны, я стараюсь эту новость не комментировать, потому что в Германии пенсионный возраст еще выше мужчины уходит в 67, женщины в 65. Поэтому, как говорится, то, что в России нас мало удивляет. Другое дело, что уровень жизни здесь гораздо выше, и люди доживают до 80 и 90 лет. Соответственно, еще как минимум 20 лет успевают посидеть на пенсии. В России же другая история, там до пенсии не доживет большая часть населения. Это понимает даже ваш премьер Дмитрий Медведев, и, судя по всему, решили экономить, так сказать, по полной. Кстати, те люди, которых они уже со следующего года не допустят до пенсии, если вы посчитаете число предполагаемых пенсионеров и на тот срок, который их пенсия отодвинется, ну, представьте себе, какое количество миллионов правительство снова сэкономило. Да и сэкономило ли оно, по сути, мне кажется, они закрывают дыры, потому что денег реально нет. Повысили НДС с 18 до 20%, поэтому, как правильно, кто-то подметил, что, собственно говоря, беспокоится о пенсии. Скорее всего, с такой ситуацией, с этими налогами, до пенсии никто или большинство не доживет. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И пока я президент, такого решения принято не будет.